Писатель, журналист, поэт, руководитель многих донских изданий. Вклад этого человека в российское образование, культуру, литературу сложно переоценить. Но увековечить имя Владимира Маложавенко взялась не администрация и даже не многочисленные фонды. Памятная доска на стене дома, в котором он прожил и работал почти 50 лет, появилась стараниями и на средства родных и близких писатель-людей спустя полгода ухода его из жизни. По-соседски, да, он очень добрый, культурный, вежливый человек. Можно было обратиться в любой момент к нему по каким-то вопросам. И он никогда не отказывал. Талантливый, добрый, отзывчивый и очень скромный. Таким запомнили Владимира Маложавенко коллеги и друзья. Он открыл читателям тайны донских курганов и рассказал о подвигах простых солдат. В очерках дороги вели в Прагу собраны истории тех, с кем прошел Великую Отечественную войну. Вот 75-й год. Заветная шкатулка. Костры памяти. На произведениях Владимира Маложавенко сегодня учатся многие школьники. Его рассказы включены в программу по литературе. Некоторые тексты печатают в учебниках по русскому языку. В семье литератора собрана самая полная коллекция его сочинений. Больше 40 книг. Некоторые рукописи обнаружили только после смерти писателя. Никогда не рассказывал о войне. Ни на какие вопросы он не отвечал. Поэтому вот Елена Георгиевна, которая ведет дон литературный, она вам скажет, что о себе он нигде не говорил. И только последняя рукопись, которую мы обнаружили, вот там он весь, так сказать, в тех огненных годах. Огненная сторона таланта Маложавенко пока неизвестна широкому читателю. Рукописи о военном прошлом бережно хранятся в семье. Анастасия Глышко, Андрей Коробко, Южный регион, Инфо.